Всем привет! Сегодня будем повторять необычную уличную ду со всего мира. И первое блюдо у нас из Китая. В одном из заведений готовят необычную разновидность утки по-пекински. Под названием утка-гитара. Утку разделывают таким образом, чтобы в ней не оставалось костей, кроме хребта и шеи. Дальше натягивают на специальную конструкцию из проволоки. Поливают горячим бульоном, чтобы кожа натянулась. После чего оставляют на улице подсохнуть. Покрывают специальной глазурью и запекают утку. И последний этап. Ее поливают раскаленным маслом. Для того, чтобы кожица получилась максимально хрустящей. Все, на этом утка-гитара готова. Давайте же ее повторим. Итак, будем готовить сразу две утки-гитары. В первую очередь прорезаем грудную пластину. И аккуратно срезаем с нее мясо. По такому же принципу удаляем ребра. И прилегающую к хребту костную ткань. На ногах отрубаем хрящи. Надрезаем перепонку крыльев. Ломаем их. И дорезаем. После чего с крыльев срезаем мясо изнутри утки. И достаем косточки. С утиными ногами все то же самое. Все, первая утка уже без костей. Переходим ко второй. И разделываем ее точно таким же образом. Все, две утки подготовлены. А теперь батя нам сделает каркасы из проволоки. На которые мы ей оденем уток. Готово. По итогу батя сделал два каркаса. Просовываем длинную ручку между кожей и шеей. Дальше натягиваем уток. И фиксируем их кожу на выступающую проволоку. Фиксируем сверху дополнительным шампуром. Есть. Вторую утку надеваем точно таким же образом. Теперь нужно развести костер под казаном. Заливаем в него ведро воды. И специи фенхель. Корица. Кардамон. Гвоздика. Перец чили. И соль. Накрываем казан крышкой. Пусть бульон и специи варятся. Итак, берем наших подготовленных уток и отправляемся к казану. Обливаем горячим бульоном их кожицу. Благодаря этому кожица утки натягивается, обваривается и насыщается ароматом специй. После чего подвешиваем ее сушиться. И точно так же поливаем вторую утку. Подвешиваем. Пока она обветривается и высыхает, мы сделаем глазурь. Выливаем в сотейник соевый соус. Добавляем сахар. Мед. И ставим сотейник на комфорку. Упариваем глазурь для состояния густого сиропа. Готово. Утки провисели уже три часа, поэтому снимаем их. Следующий шаг обмазать их нашей глазурью. Утки у нас гораздо жирнее, чем китайские. Поэтому глазировка не ложится таким равномерным слоем, как у них. Но тем не менее, вкуса утки она все равно добавит. Отправляем их в духовку. Выставляем 200 градусов. Режим вверх и низ. Спустя 40 минут они готовы. Достаем обратно. Для последнего этапа приготовления нам нужен фритюр. Поэтому отправляем нагреваться 5 литров масла. Сверху на казан ставим уголок, а уже на него укладываем утку. И начинаем прямо половником поливать раскаленным маслом сверху на кожицу. До тех пор, пока она не превратится практически в чипс. Готово. Перекладываем утку на противень с бумажными полотенцами, чтобы лишнее масло впиталось в них. И ту же процедуру повторяем со второй уткой. И тоже ее достаем. Все, на этом утки-гитары полностью готовы. Давайте наконец-то снимем ее с каркаса. Срезаем филийные края утки, где у нас нет ни одной косточки. Нарезаем их на толстые полоски. А затем на небольшие ломтики. Выкладываем на тарелку. Подача здесь такая же, как для утки по-пекински. Берем лепешку. Накладываем в нее огурец. Болгарский перец. Зеленый лук. И конечно же саму утку. Обмакиваем все это в специальный соус и пробуем. Это нереально вкусно. Максимальная концентрация вкуса находится здесь именно в утиной кожице. Но все же традиционный рецепт утки по-пекински чуточку вкуснее. Итак, следующий вид уличной еды у нас из Индии. И называется он айс гола. Способ его приготовления крайне прост. На терке натирается большая глыба льда. Лед отправляют в стакан, вставляют палочку и трамбуют руками. После чего просто поливают сиропами с разными вкусами, которые пропитывают лед вовнутрь. И получается такой себе фруктовый лед. Интересно попробовать, поэтому давайте повторим. И начнем мы с сиропов. Первый сироп сделаем из замороженной клубники. Для этого пробиваем ее погружным блендером. И выливаем все это в сотейник через сито. Протираем, чтобы ничего лишнего не попало в сироп. Второй сироп у нас будет из киви. Поэтому очищаем его от кожуры. Нарезаем. Сбрасываем в чашу. И тоже пробиваем блендером. А также выдавливаем сок лимона. На сотейник сито. Выливаем смузи из киви. И аналогично протираем ложкой. Практически все косточки сито задержало. Ну и последний третий сироп будет апельсиновый. Разрезаем их напополам. И выдавливаем сок. Заливаем его в третий сотейник. В каждый из сотейников добавляем большую ложку сахара. И отправляем их на плиту. Перемешиваем сиропы, чтобы сахар растворился. Даем выкипеть лишней жидкости и готово. Переливаем содержимое в удобные соусницы. Кстати, сироп из киви был очень бледного цвета. Поэтому за кадром мы добавили немного пищевого красителя. Закручиваем крышки. И теперь самое интересное. Нам нужно много льда. Мы пытались его натирать, но это очень долго и неудобно. Поэтому показываю супер простой способ. Разламываем глыбу льда на куски поменьше. И перекладываем их в блендер. А в нем уже измельчаем куски льда до очень маленьких размеров. Готово. Перекладываем лед в конус. Вставляем палочку. И руками плотно его трамбуем. Для того, чтобы придать ему вкус, как раз и нужны наши сиропы. Поливаем лед, чередуя цвета. Сироп киви и клубники у нас гораздо гуще. Поэтому впитываются в лед медленнее. По итогу айс гола готово. Давайте попробуем. Прикольно. Получается очень похоже на магазинный фруктовый лед. Но кристаллы льда гораздо больше. Такой фруктовый лед особо не укусишь. И последний стритфуд на сегодня у нас из Кореи. Там готовят очень вкусную курицу. Сначала замешивают специальный кляр. Затем распечатывают уже заранее замаринованную курицу. И заливают ее этим кляром. После чего отправляют по одному куску курицы обжариваться во фритюр. Далее замешивают кисло-сладкий соус с хлопьями перца чили. И обваливают в нем курицу. По итогу получается хрустящая кисло-сладкая курица. Давайте ее повторим. Будем использовать куриные грудки. Срезаем с них филе. При этом оставляя кожу, как было это в оригинале. И нарезаем все филе на куски поменьше. Перекладываем в миску. Раздавливаем зубчики чеснока. Очищаем их от шелухи. Раздавливаем еще раз. И нарезаем. В миску. И заливаем соевым соусом. Хорошенько все перемешиваем. И отправляем миску в холодильник. Ровно на одни сутки, чтобы курица максимально промариновалась. На следующий день достаем ее. И делаем кляр. В миску отправляем муку. Разрыхлитель. Воду. И перемешиваем. Теперь перекладываем курицу в миску с кляром. И перемешиваем, чтобы кляр налипнет курица со всех сторон. После чего отправляем по одному куску в горячий фритюр. Обжариваем до золотистой корочки. И достаем. Точно так же обжариваем и вторую партию. В большую миску наливаем какой-нибудь китайский кисло-сладкий соус. Сюда же острый соус. И чили перец. Все это замешиваем. Засыпаем курицу. И опять перемешиваем. В принципе на этом она готова и можно сервировать. Посыпаем кунжутом. И по-моему у нас получилось очень похоже на то, что готовят на улицах Кореи. Давайте попробуем. Очень вкусная курица. И что самое главное, делается очень просто. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то ставьте лайки. 200 тысяч лайков и мы продолжаем. Также нажимайте на этот плейлист, там еще очень много уличной еды. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok